Приветствую вас. Я, честно говоря, не очень понял ваш вопрос, потому что вы скопировали два раза один и тот же текст. Вот. Вопрос вы не задали, что если мне не понятно, с чем, собственно, вопрос заключается ваш. То есть, вот, вы говорите, помогите понять парня, а что конкретно вам не понятно, вы не сказали. Вот. Значит, ну, исходя из того, что вы написали, можно сделать выводы, такие, что молодой человек действительно очень неуверенный в себе, очень стеснительный, вот, мнительный и тревожный. И он на самом деле боится, что у него с вами ничего не получится. Он на самом деле боится, что, ну, что, может быть, вы его, там, к примеру, бросите или что он как-то образовал офис, или что-то еще. Короче, человек боится идти на сближение, если грубо говорить. Боится идти на сближение, вот, с вами. И, собственно, пытается таким образом себя обезопасить, вероятно. Вот. То есть, понятно, конечно, что его такое желание, оно ведет достаточно негативным моментом. Вот. Потому что он явно боится. Вот. К примеру, оставаться с вами наедине, он боится. К примеру, там еще какие-то вещи у него явно, вот, ну, неуверенно. Проявляется, да. Вот. Но, в целом, я думаю, что вы достаточно неуверенно себя проявили. Так же, в том смысле, что вы, как бы, высказали ему претензии, типа, что это уже будет не свидание. На самом деле, свидание будет все что угодно, просто вы не подумали о том, что ему нужно время, чтобы к вам попривыкнуть. То, что вы поцеловали его первое, да, в этом, в принципе, плохого ничего нет. Я бы даже сказал, что это нормально. Вот. Вот вы стесняетесь. Ну, как вы говорите, что вы стесняетесь, да? И это значит, что и вы неуверенно в себе тоже. И настораживает немного то, что вы говорите, вот, что лучше бы ты был девственником, там, и так далее. То есть, вот, у вас есть какие-то такие, вот, пред, ну, предрассудки, да, относительно девушек легкого поведения. То есть, ну, ходил, ну, пользовался их услугами. Ну, и что такое? Что это такое? Почему вам это неприятно? Понимаете? То есть, эээ, на мой взгляд, вот, эээ, данный аспект, эээ, как раз таки, эээ, нужно, эээ, исследовать. Эээ, своеобразный ли, эээ, мужчина, своеобразный ли он человек? Да, он своеобразный человек. Эээ, поступил бы на его месте, эээ, так, каждый мужчина? Эээ, нет, не поступил бы, но у вас отношения, эээ, начались именно с шуточек, плюс, ээээ, вы оба, ээээ, стеснительные. Поэтому, эээ, какие-то, какие-то такие, ээээ, ну, общие, эээ, нормы, да, построения отношений, ну, они, эээ, для вас, наверное, не подходят. Просто-напросто. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому, то, что вы симпатичные мужчины, это факт. То есть, он, они только не уверен в себе, это тоже факт. То есть, у вас есть, ээээ, насчет, эээ, ну, определенные предрассудки и у вас есть какие-то предпосылки для того, чтобы чувствовать себя, ну, чувствовать неприязнь. Да. Тоже факт. И, на мой взгляд, эээ, работать нужно именно с этим. Ээээ, ну, со вторым моментом. Вот. Не с первым, да, моментом, а именно со вторым моментом. Вот. Потому что, вам это будет мешать, скажи, в отношениях дальше. Вот. Ну, а если так, просто на вопрос ответить, ээээ, почему, ээээ, как бы, о его поведении, да, то, это просто очень робкий человек, который, который, не считает себя интересным вообще, который, сомневается в себе. Вот. И, скорее всего, который боится отказа. Вот. То есть, он натурально, вот, боится отказа, а, по-видимому, настолько сильно, что готов с нас всего лишь бы смягчить какой-то, вот, ну, смягчить, ээээ, разбавить напряжение в общении между вами, вот. Вот так это видится мне, исходя из того, кто вы написали. И еще раз, эээ, но что хочу обратить ваше внимание, да. Эээ, на ваш опыт общения с ээээ, мужчиной, мужчинами, точнее, это первое, ваш опыт. Второе. На ваши предрассудки относительно тех же девушек легкого поведения. На, ээээ, ваше значение для вас, ээээ, секса. Вот. Потому что, ну, очень мне, вот, кажется, что, ээээ, выделяете вы секс. И, ваша уверенность в себе. Вот это те моменты, которые, мне кажется, прям, вот, необходимо вам для себя исследовать. Ээээ, те моменты, которые, мне кажется, прям, необходимо вам себе самой поработать, потому что, ээээ, как бы, вот, смысл пытаться понять человека, да, если он, там, даже себя, может быть, где-то в чем-то не понимает. Ну, вот. И, вот, само по себе, то, что вы пытаетесь понять его, а не разбираетесь в себе, да, то есть, это тоже достаточно важный момент. Ээээ, то есть, ээээ, грубо говоря, ну, казалось бы, казалось бы, да, ну, такой вот своеобразный мужчина, да, собранный человек. Он вам нравится, а, если да, как бы, если он вам нравится, ну, сделайте для него то, что вы хотите. Проявите себя, проявите свое отношение к нему, проявите, ничего плохого в этом не будет. Проявите себя по отношению к нему, вот. Проявите, если, если он вам нравится, действительно. А так получается, что вы хотите чего-то для себя, да, то есть, у вас тут, эээ, проявление привожности на счет денег, вы там говорили, что он много зарабатывает, у него лишний вес, то есть, как будто все вот какие-то ваши собственные переживания и предрассудки, понимаете. Вот. Какая история. То есть, к самому мужчине это отношение, вот, не имеет. То есть, отделите, отделите то, что, ну, то, что вы хотите для него и то, что хотите сами. Отделите то, что вы чувствуете к нему и то, что чувствуете сами, вот. Отделитесь на эти гранции между этими двумя моментами. Если не получается, то ничего страшного, обращайтесь, поможем вам, если не получается. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Скрип та! Удачи!